Салам Все порешали Эта тема закрыта навсегда Да, правда Я ж не в Англии, бля Скоро новые батлы Скоро пиздец будет Убийство Батлить буду зимой Следующего года 2019 Конец зимы, начало весны Запланировано Два батла Не надо батлить, спасибо Пошел нахуй, черт ебаный Сейчас я тебя блокну, пидораса Пошел нахуй, гандон Твою маму ебал Не Не оба батланы Я на других площадках тоже батлить буду Не только на версусе Я на всех, где только возможно буду батлить Салам в Казахстан Из Москвы Да, хорошо знаю Вот вчера познакомился с одним американцем Ему лет пятьдесят Он переехал в Россию На постоянку Случайно с ним в автосервисе просто пересеклись Он кофе захотел А там на аппаратах все по-русски написано Я ему кофе покупал Так и запизделись На английском свободно говорю По-французски умею только читать Ну может несколько слов знаю Там считать от одного до десяти умею И то уже По-французски умею читать Нормально Но че я читаю, я не понимаю В принципе Ну может изредка какие-то слова понимают Конфликт Тахи и Оби вообще похуй Я не хочу в это лезть Я не знаю как там все было Мне вообще поебать Но это Москва, че вы хотите Тут все может быть Мне вообще насрать на этот конфликт Я работаю У меня много разных доходов Кем работаю, говорить не буду У меня работы постоянно меняют Но на свою работу я не жалую Кто-то чем-то занимался Так пообщаться У нас, блядь, вокруг одни КМСники Блядь, и МСники В универе я учился на экономист Да я с кентами на хате тренируюсь Я в зал не хожу У него свой зал дома Я у него тренируюсь И то изредка На слово не знаю Будет ли батл или нет Пока на слово меня никто не звал А учился я в финансовом университете При правительстве Дизвилс тоже в нем учился Кстати Только он на домашнем обучении был Все время Я охуял, когда он мне рассказал После батла, что он учился Со мной в универе Видел только отрывок Я спал всю ночь Ну забил его, что делать Кустов сам всем афроамериканцам проигрывает У него проклятие какое-то Он всем афроамериканцам проиграл Это прям какое-то проклятие у мужика Но я больше охуел Сайборг Нуньес Я не думал, что Нуньес ее побьет Мне казалось Сайборг вообще не сгибаемая баба Не убиваемая Она ее хорошо уронила Конечно Блядь Руки у нее ебнуты Он говорит Привет Даша Какой нахуй совместный трек О чем вообще вы говорите Я кучу раз говорил Когда следующий батл В конце зимы Метр девяносто два Все решили Мы с этим забем И больше все А на эту тему говорить больше не буду Позже выйду Обратно Нет, не игра Только в папк На телефоне Времени нету Что-то играть С наступающим Здорово Здорово В следующем году Батл 2019 Зима Весна Вот так Потому что холодно Реально холодно Всем привет Всем привет Буквально на пять минут зашел Здорово Тостик Блин Холодно Пиздец Прям лютые холода Наступили Сейчас Тоже виснет Салам 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 Я отлично Сам как Тьма Простудилась Чтобы начать Заниматься Я посоветов Я бы посоветовал Пойти На самбо На джидо На борьбу Вначале изучать Борцовскую технику А потом уже Можно удар У меня У меня все было Наоборот Я с детства Именно удар Обучался А потом уже Только борьбе Но как опыт Показывает Лучше вначале Заниматься Борьбой Джидо Самбо Можно сразу На бокс На всякие каратэ Я так вам дольно советую ходить Потому что Для общего развития Можно Обнискал Что-то очень эффективный Вид боевых искусств Да Привет всем славянам Чувак пишет Салам Бумбокс вахтером Да это же Какая Это же Очень старая песня Лет 10 может Не знаю Если честно Как я отношусь Как бы Ее надо Переслушать Чтобы понять Как я к ней отношусь Так Что-то не в курсе Кто это Что это за имя Такое смешное Я походу Я понял Светослав Волфович Походу Светослав Светослав Волфович Пытался Нас Тонко Подъебать Звучит Звучит Как какая-то Японская Хуйня Какима Какого-то Японца Короче Это Типа Блядь Не Светослав У меня Такой вопрос К тебе Если у тебя Окажется Нож В спине И хуй В жопе Что ты Вытащишь Первым Да Я в мозгу Ну давай Давай свои вопросики Позадавай А это уже Слишком личный вопрос Ты приемный чувак Спрашивает Я в аху Я пытаюсь Выяснить Я пытаюсь Докопаться До правды Жду тебя на версии Потому что РНБ Это не твоя площадка Ты красавчик РНБ Так-то я вообще Никогда не любил РНБ Если честно Ты о многих Удивил Я это знаю У меня У меня Уникальный стиль Ты Ты Я знаю Что ты хотел сказать Братан Спасибо Я прикалываюсь Блядь Бывает Идешь по улице Короче Мимо всяких Разных домов Проходишь И короче Прямо Самого Основания Дома Из кирпича Может торчать Короче Что-то Типа Такого Болта И он Будет Подписан Бумажкой Где будет Внизу Написано Деформационный Репер Блядь Или репер Все через Е Короче Смешная Охуйня Строчку Панчлайн Я смотрю Долго В одну Точку Как Снайпер Я в шоке Честно В шоке Я короче Сижу Обедаю И тут Мне звонит Подряд Какой-то номер Два раза Подряд Я Перезваниваю И понимаю Что это Керамба Керамба Тот Самый Керамбит Который Миллион Раз Предлагал Встретиться Я понимаю Это его голос Я не знаю Чего он хочет Сказать Может на батл Меня вызывает Может предлагает Встретиться Первое Что он мне Говорит Че ты все еще Не успокоился Он мне говорит Я вообще Не понимаю Че он Несет Он говорит Я такой О чем Вообще Да Он говорит Ты моей маме На работу Звонил Он меня Спрашивает Ты моей маме На работу Звонил Я просто Охренел У чувака Реально Какая-то Паранойя Кто вообще Его мама Где она У него есть Мама У него реально Есть мама Не в том Плане Что Нафига Мне его мама Нужна Чтоб Звонить Ей На работу В плане Реально Паранойя Чувак Реально Паранойя Не Вот Если б не вся Это неприятная Ситуация Конечно С РБЛ Я бы остался На РБЛ И забатлил бы Его Но Такова Судьба Я не знаю Как это описать Так получилось По стечению Обстоятельств У меня нет Возможности Заботлить его Сейчас Я просто Хочу Лишить Его Чемпионского Титула Если Так Посмотреть На всю Турнирку Вот Вот С самого Начала Кто Был Его Соперники Джимми Эм Порвал Его В отборе Еще Кто Там Еще Дальше Был Келпи Бионд Сотников Малец Ну Мовца Да Одолен Блять Он еще Не сталкивался С такими Рэперами Как я Он Так Сильно Меня Боится Что Он Звонит Мне И Спрашивает Звонил Ли Я Его Маме То Есть Из Всех Подозреваемых Я Первый Вы Понимаете Как Сильно Я Застрял У Этого Человека В Голове Не Ну Сюда Я Звонил Потому Что Я Этот Номер Сам Нашел Я Понял Что Это Место Где Он Работает Это Мовец Потому Что Это Мой Соперный Причем Здесь Мама Керамбита Мне Маму Керамбита Батлить Наверное Я За Три Дня До Батла Узнал Вообще О Номере Этого Мовца О О Том Что Он Работает В Парке Развлечения За Три Дня До Этого Узнал И Успел Написать Там Несколько Кусков Вот Я Позвонил Услышал Голос В Авто Ответчик И Я Я Такую Думаю Оп Она Ну Ничего Я Как Б Я Считаю Так Если Ты Это Если Ты Как Б Чемпион Чемпион Ни От Кого Не Должен Скрываться Бегать Прятаться Как Батлер То Е Он Должен Принимать Любые Вызовы На Любых Площадках Пошел На Другую Пощадку И Забатлил Куча Топовых Западных Батловиков Они Не Батлят Только У себя Дома На Своей Домашней Площадке Они Постоянно Находятся В Разъездах Они Рискуют Они Приезжают В Другие Штаты На Другие Площадки На Площадки Где Их Соперники Являются Владельцами Этих Площадок Этих Лиг То есть Они Оказываются В абсолютно Разных Условиях Экстремальных Где Вся Толпа Может Быть Полностью Настроена Против Тебя Западные Батловики Часто Батлят На Всяких Ну Не Часто Но Бывает Такое Что Два Топовых Батловика Встречаются На Какой Нибудь Задрипанной Там Площадке Андеграунд Какой Нибудь Понимаешь Где Нибудь Там В Европе А они Оба Родом С Америки Таких Примеров Много Есть На Сам Дели Что Такого Пойти Из-за Батли На Другой Площадке Ничего Я Считаю Дис Винцы Дис В Канаде Батли В смысле Дис Канада Америка Они Граничат Дис Больше У Диса Одинаковое Количество Батлов Столько В Америке Столько В Канаде Большую Часть Батлов Провел В Канаде Это Не Самая Дальняя Его Поездка Он Обездил Весь Мир Он В Европе Батлил В Швеции В Англии В Германии У себя Дома В Ливане Батлил Он Батлил На Филипинах В Новой Зеландии В Австралии Нигде Только Ни Батлил Потому Что Дофига Где Люди На Английском Музыке Говорят И Везде Есть Площадки Блядь Вот Я уже Кучу Раз Рассказывал Про РБ Можешь В Ютубе Набрать Там Будет Огил Ситуация С РБЛ Как-то Так Там По-моему Выложил Кто-то Перископ Не помню Как Как Называется Правда 140 БПМ Баттлы На Китайском я слушал вьетнамский рэп я просто неподалеку от места где работаю есть такая кафешка вьетнамская вьетнамская кухня там постоянно играет вьетнамский рэп-ар и я охерел с того как типы жестко агрессивно читают они прям двойными тройными стелят по вьетнамские причем биты такие очень жесткие кочевы они такие полуклубные но они кочевы я охерел с того как типы во вьетнаме и башу то есть ты вообще не понимаешь о чем говорят но ты слышишь тех технику это пиздец причем там очень быстрая читка но она мега техничная я охуел но самую быструю иностранную читку техничную слышал на челепинском пиздец здорово кто мне был с нами с самого начала монгольский рыбак не слушал надо послушать чешский рэп местами очень сильно русский напоминает я был в чехии там ежегодно проводят фестиваль хип-хоп фест называется мэк литтл что ли или mc литтл я мэк литтл а знаю ёбнутый тип белый такой америкос он жестко валит чехии короче типы тупо устроили сайфер такой там тип подряд ноутскульные биты зачитывал на чешском и он местами очень сильно на русский язык похож то есть там я процентов 30 текста выкупал только лишь за счет того что я слышал русские слова я понимал чем говорит строчки именно в этой я прям охеревал думал ни хера себе он прям четко по-русски произносил некоторые слова мэк литтл ебанутый тип у него на ютубе дофига очень креативных видео он прям очень креативно подходит каждому видео каждого своя концепция очень круто делает нос у него ёбнутые батлы на скрибл джеми мэк литтл ебанутый тип да чешские похожие языки до базару но я не так много чешского языка в реальной жизни слышала понимал что там есть много общих с русским языком слов когда именно услышал рэпак я прям слегка так удивился рэп батлс оф хистори прикольная тема мне больше всего нравится альберт энштейн против этого стиль на хокинге в пиздец чудо бата по моему самый прикольный это все одна сигарета блять блять из-за тебя я ее уроню нах в спб я в этом году уже был в питере раз пять пять был раз уже там холодно еще холоднее чем здесь блять короче ладно всем пока мне надо докурить сигу всем удачи